Я говорю, там круговая порука, ничего добиться невозможно. Добиться Маргарита Антоновна уже который день пытается хоть какой-то информацией. В феврале она положила свою мать с тяжёлым диагнозом в палеотивное отделение. Палеотивная медицина занимается неизлечимыми больными, помогая жить максимально активно. Главная задача палеотивной помощи – облегчение проявлений болезни. В списке обязательных анализов перед госпитализацией был и тест на ковид. Требования соблюли, но распространялись они, видимо, не на всех. Оказывается, какую-то женщину взяли с улицы без анализа на ковид. Но как они объясняют, что мы взяли у неё мазок, просто тест полоской, показал отрицательный. А когда потом уже они взяли такой тест, он показал положительный. На позавчерашний день 7 человек увезли с ковидом, с той больницы. На вчерашний день уже 10 человек, плюс 3 человека получилось. Речь о палеотивном отделении 5-й городской больницы. Сейчас оно на карантине. Пациентов не принимают. В постороннем вход тоже запрещен. Факт вспышки подтвердили в Минздраве Республики и в Роспотребнадзоре. Но информация в учреждениях разная. То ли данные запоздалые, то ли их просто скрывают. На сегодня мы имеем 4 случая заболевания. Все больные госпитализированы в специализированных стационарах. Проводится эпидемиологическое расследование. В адрес городской больницы выданы предписания. Сколько уже зараженных? Вместе с ней получается 11 пациентов. Они все переведены. Прозвольте лечебное учреждение. Палеотивная медицинская помощь предполагает комплекс мероприятий как медицинского характера, так и мероприятий по уходу за пациентами с неизлечимыми заболеваниями. В ковидных стационарах безусловно осуществляется как медицинская помощь оказывается, так и мероприятия по уходу. В настоящее время заболевшими являются пациенты отделения. Межканал у нас получается врач, которая осматривала ее. И еще три медицинских работника. Медицинская СССР, уморщица, сестра хозяйка. Они тоже заболели, да, так получилось? Да, да. Видимо, это неразбериха и заставила одну из родственниц позвонить на горячую линию Минздрава России. Там женщине посоветовали оформить претензию и положили трубку. Точнее, думали, что положили. Услышанное повергло в шок. Я не даю. Это бурятия, наверное, как и было. Это постоянно. Мне звонят, они должны, мне должны. Да, я пришел в поликлинику, а мне говорят, запись только через две недели. Я говорю, я в Москве живу, мне сказать, через три. Первое, записываюсь и жду. Это Путин, все для народа, все для народа. Он вообще уже обнагрел. Выше инстанции Маргарита Антоновна не знает. А потому вопросы, почему пациентку без анализов не положили в отдельный бокс и выживет ли ее мать, повисли в воздухе. Она инвалид первой группы, у нее деменция, у нее рак легких. У нее весь букет аллых рост, теперь двухсторонняя племмония гнойная. И ковид, вот, так что. Врачи успокаивают. В реанимационной помощи вновь прибывшие пациенты не нуждаются. Но достоверна ли эта информация? Большой вопрос.